Беларусь-2 На Гомельщине свою профессийную рачистость означают больше, как 3000 супрацовников. У состав Гомельского филиала РУП «Белпошта» выходит 21 районный узел Паштовой Сувязи и Головное подразделение. У сучасных умовах життя и экономики Паштовая Сувязь находится в бесперапинном процессе развития и удосконалении своей системы. Гомельский филиал РУП «Белпошта» надое великую вагу автоматизации вытворчих процессов, повышению эффективности работы, якости послуг. Межтым, кабувек электронных технологий Паштовая Сувязь не губляла своей актуальности и зауседы трымалася на плаву. Предприемствам проводятся разные цикавые акции, мероприемства и укореняются новые виды послуг. Почта оказывает услуги сейчас не только в отделениях связи, но и на дому или в офисах. Мы можем предоставить услугу почтового курьера. Это прием документов и товаров в офисе, на дому, их упаковка, адресование и различные другие дополнительные услуги. Данной услугой пользуются все юридические и физические лица, могут отправить как экспресс-почту внутриреспубликанскую, так и международную. Посылки, заказные и простые письма. На базе Гомельского науково-технологичного парка пройшла республиканская нарада, на которой в ученые представники органов улады и бизнесу обмерковали питание развития инновационной инфраструктуры. По часу рачистой частки мероприемства отбылось открытие другой пусковой черги технопарка. Гомельский технопарк начал деяничать на территории свободной экономической зоны Гомель-Ратон в 2011 году. Головная мета – садяничание развитию инноваций, поддержка вытворчих бизнес-проектов в сфере высоких технологий. Сегодня резидентами Гомельского технопарка заявляются 25 субъектов, и они вырабляют запотропованную, арендованную, пеш за все на экспорт продукцию. Вот сейчас встречаюсь уже с резидентами технопарка, когда задаешь вопрос кризис, ну понятно, что стало жить сложнее, продавать продукцию сложнее, конкурировать сложнее. Они говорят, у нас нет проблем, наша продукция востребована, и больше половины мы поставляем на экспорт. То есть она востребована и на экспорт. То есть вот это развитие очень важно для страны. За открытием другой черги и вводом эксплуатации новых площадь у технопарку створены 87 новых рабочих мест. У Гомельской области означается довольно высокая активность насельничества подчас детерминового голосования. Причем, когда из ранницы на выборчей участке приходят головным чином пенсионеры, то в другой половине дня работники, предприемства и организации. В чем у приватности переконался и наш корреспондент Олег Синцеров. На 11 участок первый выборчик приходит в 10-годин ранницы. В уголе активность тут краху ниже за среднеобластную. За два дни у дел у детерминового голосования приняли около 10% выборщиков, але без работы члены комиссии не застаются. Одна за собой у сел этого участка. Усе орны для голосования тут прозристые. От дровлянок к скрыню отмывались не только тому, что зарубленные с пластику больше легкие. Это так само важная причина, але не головная. Активность избирателей на президентских выборах, как правило, повышенная. Поэтому мне бы хотелось, как председателю комиссии, показывать и избирателям, и наблюдателям, насколько активность широка и насколько нам нужно вообще говорить о том, что хотят избиратели идти или не хотят. Соответственно, меньше вопросов у наблюдателей возникает. В первую очередь из-за этого. У списа выборщиков на Гомельщине унесены 1 млн 101 тыс. 44 человеки. 2350 за их мают право проголосовать на 11-м участку у Гомеля. Тамара Зубкова каже, что принимает удел во всех компаниях без выключения и тумажить «Чаму». А как не ходить? Мы же живем в Беларуси и должны голосовать. 11-й участок находится у клуба Гомельского завода пусковых руховиков. Сюда часто приходят местовые жахары, чтобы принять удел в спортивных поборницах, идти послухать концерт. Выборщая компания тут проводится не одно 10-е годы. И уже есть даже семьи, у которых на этом участке голосует не одно поколение. Присоединясь с традициям до речи, властивые не только к этому участку. 63-я Комельская школа побудована еще до Великой Отечественной войны. В свой час она называлась «Сталинской» и лечилась узорно-показальной. Кольки выборщих компаний прошло у ее стенок, теперь навод и подлечить тяжко. Невядома, правда, где проходило голосование в 1950-е годы, но все лета выборщий участок разместили в актовой зале. Члены комиссии кажут, что наибольшая активность означается «зраниться», когда на детерминовое голосование приходят пенсионеры и после 17-ти годин. В этот час основные выборщики, работники предприемств, у шмат кого есть властные аутотранспорты и, соответственно, водительские посвящения, по их таксаму можно отримать бюллетень. При этом все означают, что для ознайомления с программами кандидатов было шмат, а тому каждый добрый видал, за кого отдать свой голос. Конечно, я вообще прочитал все биографии, мало того, и по телевизору смотрю. Мне нравится тот кандидат, за которого я проголосовал. Тридцать супрацовников библиотек с восьми регионов России завитали у Гомель. У городе над Сожем делегация завершила 11-е всероссийские библиотечные паулянковские читания. Головным пунктом программы стало наведывание самой великой библиотеки Гомельской области и встреча с белорусскими коллегами. Кларент Паулянко, убранский публицист 19-го года, все свои сбережения отдал на заснование библиотек. На этой сроке открывались установы и в Беларуси. У сего таких было 11. Одна из них, размешанная в Брызгской области, носит имя мецената и зараз, которую память заховывают и одни из наибуйнейших библиотечных читаний в России. Все лето частка программы форума прошла миновета на белорусской земле в Гомеле. В первый день гости познайомились с работой галлона библиотеки в области. Тут прошел круглый стол об сучасных методах работы. Экскурсия по вашим книжным памятникам и редкому и ценному фонду просто впечатляет, что вам удалось сохранить эти раритеты, и они доступны для населения вашего города. Гомельская областная библиотека сегодня супрацунящая со шмат, якими российскими установами обмен отбывается не только вопытом. Так, в минулом ходе, дякающей подарунку Курской областной библиотеки, фонды Гомельской пополнились больше на 600 книг. У ВАЗе коллег наши специалисты представили некольки поспеховых проектов. Сарат их формы работы с читачами у социальных сетках, а так само такие проекты, як библияноши, не с библиотека. Мы видим результативность по итогам работы за полугодие. Мы видим приток посетителей в наше учреждение. Это больше 10 тысяч посетителей относительно прошлого года. И мы видим, насколько популярна стала библиотека среди молодежи. На другой день визита запланована поездка в Аурыцкую сельскую библиотеку, супрацовники которой вы решили продемонстровать свои методы работы в сфере выставочной деятельности. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». Министерство лесной господарки Беларуси беспирапынно ведет работу по подниманию парадки в лесах. Раз на год принятию делу ее пропануется и всем жадающим. Все лето в семы раз на Гомельщине пройдет акция «Чистый лес». Мероприемство заплановано на 17-е костричника. На кольке востро стоит проблема забрудживания лесов у Гомельской области и что каждый из нас может зарабить, как я ее выправить, разбиралась Ганна Ковалева. Суседство лесу за автомобильными стоянками накладывает свой отбиток. У промоем сенсии паусюль пустые бутыльки, паперы и пластык. В лесном массиве на супротивобластной туберкулезной больнице разом с древами врастает у кучи сметця. Гитая территория относится до Кораневской экспериментальной лесной базы. Подтрымливать тут парадок обвязаны работники лесной господарки. И работа гэта ведется постоянно, тем больше, что и необходность состоится неизменной. Закреплены места отдыха за работниками лесного хозяйства. Они также наводят порядок в лесу. Но если, как говорят, чисто там, где не мусорят, а не там, где убирают. Надо забрать результаты отдыха, какие-то пакеты, какой-то бытовой мусор и выбросить их уже в установленных где-то местах организованных. Таких участков, как каляту больницы, в окол Гомеля десятки. Самые проблемные места для автомобильных дорог и чагунок, дачных кооперативов, на пляцовках отпочинку и автостоянках. Разбираться в брудном пытании супрацовники лесной господарки, что год притягивают громадскость. 17-го костричника пройдет акция «Чистый лес». Для того, чтобы стать участником акции, надо обратиться в ближайшее лесничество. Там подскажут время сбора, выдадут рукавицы. Давайте вместе проведем эту акцию, наведем порядок в лесу и будет чисто и приятно отдыхать, находиться в наших лесных массивах. В минулом году в делу акции приняло больше, как 5 тысяч человек. Для тех же, кто створяет причины для массовых уборок, предугледжены штраф до 50 базовых величин. Дарыч и допомогу в затримании таких порушальников оказываются и сучасные технологии. По всей его области в лесных массивах установлено больше, как 80 камер видеоназирания, декаючи, яким с початку года выявлено коле 40 порушений. По всей их складены администрационные протоколы. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, Телерадио Кампания «Гомель». И это была пошня информация о выпуске. У студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ждаем вам добрых новинов. До новых встреч в эфире.